Дрожжевое тесто для жареных пирожков и беляшей 7 градусов Цельсия. Добавляем дрожжи, я пригоршню меряю, это примерно 2 столовых ложки дрожжей. Добавляем щепоточку соли, 1 столовую ложку сахара без горки, взбиваем яйцо, добавляем 4 столовых ложки растительного масла, слегка все это взбиваем и добавляем муку. Муку добавляем не всю сразу, а постепенно. Сначала пару стаканов, а потом подмесим еще один стакан. Тесто для этих пирожков или беляшей не должно быть жестким, оно должно быть мягенькое. Слегка даже будет казаться, что оно жидковатое немного. и тесто пока будет подходить, клейковина набухнет и тесто станет немножко потлотнее. Тесто должно как бы начать собираться в один комочек и кататься по тазику за ложкой следом. Вот такая консистенция будет в самый раз. Все тесто накрываем полотенцем и ставим в теплое место, чтобы оно хорошо подошло. В зависимости от активности дрожжей и от температуры, в которой подходит тесто, может потребоваться от 20 минут до часу. Пролетело примерно полчаса. Тесто подошло. Увеличилось в объеме в несколько раз. Теперь смазываем руки маслом и обминаем его. Тесто дрожжевой для жареных пирожков готово. Можно приступать к разделке. Нам должно такое мягенькое, тягучее получится, пластичное.